Твоя имя Отца и Сына и Святаго Духа Сей лежит на восстании и падении многих И в предмет притыкания Вот какие слова сопровождали Принесение Господа в Храм Иерусалимский Конечно, это не были слова ласкового приветствия Это не были слова радости Просто, может быть, неписуемого счастья Чтобы Богомладенец был отдан в руки старца Симеона Что Он вошел вместе со Своей Матерью и Святой Девой под своды храма Но не было ведь никакого ликования, а было это страшное пророчество Сей будет пререкание многих Для одних падением, для других восстанием Но ведь так же все и произошло Спаситель, когда вышел на свою проповедь Разве был Он с радостью всеми принят? Он был принят меньшинством Вначале апостолов Двенадцати, потом число апостолов Срасширилось Первой Иерусалимской общиной Но ведь за Ним тысячи людей ходили Не потому, что верили, что Он Сын Божий И потому, что чудес ожидали А сколько было пререканий А сколько клеветы И, наконец, восстание Которое привело Спасителя на Голгоф Вот эти слова, которые мы сегодня слышали Они ведь могут и каждым из нас восприниматься С точки зрения своего жизненного опыта Иногда нам кажется, что мы все делаем вроде правильно Так часто бывает в семейной жизни Когда супруги считают, что они делают вполне достаточно Для того, чтобы благополучной была семейная жизнь Материально Ну и стараются, может быть, нередко избегать каких-то конфликтов И кажется, что все в порядке, все достаточно Но потом вдруг, нередко это бывает Возникают такие конфликты, которые разрушают семью Возникает отчуждение детей от родителей А родители от детей Вот все эти скорби, они не на ровном месте возникают Они произрастают от чего-то такого Что мы сами не замечаем Порождаем Своими словами Своими делами Своим отношением друг к другу Слова, которые сегодня мы слышали в Слове Божьем Они, конечно, заставляют нас о многом задуматься И в каком-то смысле и проанализировать Свой образ жизни Своё поведение Особенно сквозь призму своих убеждений Ведь вы все верующие православные люди А если мы становимся предметом пререканий А ведь нередко там так и бывает И более того, мы иногда сами создаем в своих собственных общинах Это пререкание Пытаясь доказать друг другу, кто более правильный Кто более благочестивый Кто лучше церковный устав знает Кто лучше поет Ну и так далее по списку Вот для того, чтобы мы действительно прониклись Духом Христовым Для того, чтобы мы изжили из своей жизни всякое пререкание То необходимо в первую очередь осознать нашу ответственность пред Господом Которую мы получаем, сопричисляя себя Его Церкви Вхождение в Церковь через крещение, миропомазание Через причащение святых христовых тайн Не есть просто некий видимый знак Того, что мы вот теперь стали членами Церкви Это в первую очередь является мистическим, невидимым Но реальным действием благодати Божией Который вводит нас в тело самого Спасителя Это мистическое, духовное тело в Церковь Христов И вместе с этим вхождением налагает на нас и права, и обязательства Мы имеем право причащаться святых христовых тайн Мы имеем право воспринимать таинства Которые укрепляют нас духовно Но у нас есть и обязанности И одним из таких обязанностей является доброделание Это не просто что-то, что можно делать И чего можно не делать Это то, что требует от нас Само присутствие в Церкви Не в качестве наблюдателей, а в качестве членов А что же мы в ответ на эти добрые дела Что-нибудь получим? Или так? Нет, не так В ответ на нашу деятельную любовь к ближним В ответ на наше деятельное присутствие в Церкви Мы и получаем дар святаго Духа А ведь только Святой Дух, только благодать Способна перечеркнуть в нашей книге жизни наши грехи А это ведь очень важно Когда придем пред Господом на второй страшный суд Эта книга жизни оживет перед нашим взором И увидим все плохое, ну и хорошее Но более страшно увидеть плохое Что совершили в течение своей жизни Но если бы совершенный грех никак бы не исчезал Если бы он никак бы не обнулялся, как теперь говорят Ну тогда вообще была бы катастрофа Тогда было бы нарастание греха, как снежные лавины А лавина сносит все, уничтожает на своем месте Вот так и грех может уничтожить все в человеческой жизни Но мы способны обнулить наши грехи Искренним покаянием и свершением добрых дел Поэтому доброделание это не какая-то тягость Не какая-то повинность Не что-то, что ой, опять надо Совсем не так А это то, что нас делает счастливыми К нам прикасается Божья благодать В ответ на добрые дела И самое главное Обнуляются наши с вами грехи Вот если каждый христианин Не только будет связывать свою церковность С посещением храма Но осознает, сколь важно совершать добрые дела Как важно помогать людям Особенно тем, кто в трудных обстоятельствах А сейчас таких очень много Как много сегодня людей Уязвленных тяжелейшим конфликтом на Донбассе Не просто морально и физически уязвленных И у нас здесь в Москве лежат раненые воины Еще вчера здоровые, здоровые молодые люди Полные надежд на будущее А сегодня положившие здравие свое За родину свою, за народство Как они нуждаются в нашей помощи и поддержке Да и даже помимо этого экстремального примера Как много вокруг нас есть людей Которым очень нужна наша помощь Очень нужна наша забота Та самая забота Которая и вырастает в добрые дела С поспешествующими нашему спасению И это поможет нам Господь Именно так, а не иначе Проводить свое христианское житие Радуясь тому, что все мы вместе в церкви Радуясь тому, что благодать Божия с нами Что Господь слышит наши молитвы Радуясь тому, что мы создаем живую христианскую общину Способную очень многое сделать для того Чтобы мир стал другим Лучше, чем он есть на самом деле сегодня Вот радуясь всему этому И благодаря Господу за свое присутствие в церкви За свое участие в таинствах За свою возможность предстоять ему перед святынями Будем в ответ на все это Не забывать и о нашей ответственности А той самой, о которой я уже сегодня сказал Вера без дел мертва есть И для того, чтобы жива была вера А с верой и надеждой на спасение Как важно творить добрые дела И ближним, и дальним Помогая им в этой жизни И помогая себе обрести самое главное Рай небесный Ту самую внеземную вечную жизнь С которой мы будем связаны вечно И в которой человек, видимо Не останавливаясь в своем развитии Несомненно И будет достигать невероятных высот Но чтобы эта захватывающая перспектива вечной жизни Стала нашим жизненным и послежизненным путем Здесь мы должны сделать так мало По сравнению с вечностью И со всем тем, что вечность нам открывает Так мало Протянуть руку помощи другому человеку Не забывать о скорбях других людей И служить им По заповеди Божией Аминь С праздником поздравляю вас всех Я хотел бы сердечно поздравить И поблагодарить наших волонтеров Нашу молодежь московскую И за ваше сегодняшнее пение Ну а самое главное За те труды, которые вы несете Сейчас уже трудно И даже просто невозможно Представить церковную жизнь Москвы Без вас Как вот без священников Невозможно представить Так и без молодежи Без наших добровольцев Потому что все мы вместе И есть церковь Божия Мы все вместе и служим Господу И благодарю вас за те добрые Еще раз дела, которые вы совершаете И уверен, что Господь не оставит Всех вас на вашем жизненном пути Милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Да пребывает над всеми нами И еще раз скажу Аминь То есть по-русски Истина так да будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон»